так разберем несколько задач на тему углы в окружности по ходу будем говорить какие теоремы мы используем а так теоремы на тему углы в окружности лучше конечно отдельно посмотреть так первое возьмем из каталога через один треугольник abc вписан в окружность центром о найдите угол bc если угол bc 32 значит что делать мы рисуем окружность достаточно от руки был если bc32 но какой-то треугольник допустим такой но он вписан да имеется касается песна что b от c у нас 32 bc это кстати центральный уголочек bc32 вот смотри вот если я например так нарисую о этот центр у нас я вижу что ну 32 у меня как-то вот не получается у меня больше намного то есть треугольник ну немного я перерисую чтобы быть более правдоподобным более острый должен давай значит и вот так как-то сделаю выпускаю вот он такой более острый треугольник у нас abc есть . вот этот центр и вот этот угол у нас сказано 32 градусов точка у нас б так а найти нам нужно або c надо найти неправильно было цена эти а 32 это б отцы б отцы выпуская перемещу значит на самом деле 32 это у нас здесь все картинку нарисовали значит что мы знаем что мы знаем что вот угол бы отцы который 32 он называется вписанный уголочек б отцы центральный мы видим что они оба опираются на одну и ту же дугу bcbc раз опираются на одну и ту же дугу то центральный просто в два раза больше чем вписанный вот и вся тут математика он будет ну соответственно он будет шестьдесят четыре греха все я задача списанный два раза меньше центрального если они опираются на одну и ту же дугу пошли дальше давай третья задачка так чему равно стру острый вписан угол опирающийся на хорду равную радиусу окружности у нас есть картинка чему равен острый угол острый вписан угол опирающийся на хорду равную радиусу вот он давайте прямо на этой картинке изображу то есть что сказано что вот эта хорда вот это вот это она будет равна радиус так она будет равна радиусу что для нас это означает смотрите я что сейчас делаю фокус раз это хорда я ее соединю с центром сюда и сюда я получил что центральный угол опирающийся на вот эту до водка который центр центрально значит что мы теперь знаем мы знаем что вот этот треугольник не что иное как равно сторонняя почему ну потому что это радиус это радиус и это из центра к окружности это радиус раз равносторонний мы знаем что у него и углы все равны значит этот вот этот уголочек у нас 60 градусов вот а найти наверно нужно угол от который отмечен данной картинке опираешься но мы опять видим та же картинка это центральный а тот вписанный мы знаем что вписаны в два раза меньше центрально опирающийся на ту же самую вот на эту не дугу опирается у нас здесь 30 градусов все это наш ответ так задачка номер 5 найдите писан угол опирающийся на дугу который составляет 1 5 окружности 1 5 окружности здесь мы будем говорить о том что вписанный угол он равен половине дуги на которой упирается дуги тоже измеряется в градусах например вся окружность 360 градусов пол окружности это 180 градусов алиска ты что это 1 5 но 1 5 давайте посчитаем 1 5 от 360 соответственно то есть на 1 5 умножить на 360 градусов на 360 поделить на 5 по сути так 35 на 5 это 7 еще 10 на 5 2 72 вот это дуга дуга крадусная мера дуги 72 ну значит уголок опирающийся на он является вписанным он . на самом деле тут лежит на окружности там два раза меньше дуги на который он опирается 36 да заметьте что некоторые будет а вот на какую именно дугу опирается вписанным вот если вписанным угол нарисован здесь давайте представим что это как некий такой человечек у него тут голова это его многие вот у него такие ботинки здесь да ботинки то есть опираются он именно ногами да вот как бы ногами стоит он вот на этой дуге на это некоторые думаю что может быть это вот эта дуга другая вот может не думать вот например эта дуга нет ни эта дуга это ведь он как бы боком упирается и эту боком а вместе он как бы на ней лежит до которая лежит это неправильно нам нужно который стоит этот человечек то есть который вот между двумя ботинками вот именно это говорят математики опирается на эту дугу как циркуль да зажимает это мы решили 36 5 дальше прошла седьмая задача в окружности центром о центром отрезки от c и bd диаметры так уже важно то есть они через центр проходит вписан угол от cb равен 38 от cb равен 38 так давайте я буду отвечать на картинку стараемся делать информативной то есть максимально все что мы знаем нужно отобразить на картинке 38 найдите центральный угол а он да то есть вот этот уголочек надо ныть так смотрите здесь в геометрии вообще есть разные подходы к решению то есть если в алгебре ты можешь найти два способа решения вот я хочу здесь показать именно способ который через дуги вот например здесь смотрите мы вышли на дугу вот на дугу например ну мы конечно говорим что вписаны в два раза меньше центрального но по сути центральный равен дуге на которую опирается ведь равен дуге на который упирается и вписаны на нее опираются а он в два раза меньше этой дуги дуги то есть если через дугу говорить ради через дуги будем здесь говорить почему через другие проще потому что тут если треугольники раз рассматривать бывает что запутанная картинка а если мы на дуги смотрим то есть какой бы запутанную картинку ты не нарисовал заметьте дуги они располагаются по очереди одна за другой одна за другой ведь в них никогда запутанности не будет поэтому именно эта тактика решение через дуги нам облегчает на задачу так вот давайте через дуги раз это сказано вот этот у нас 38 значит дуга на которую опирается туго в два раза больше 38 на 2 это у нас сколько там 76 теперь смотрим вот дуга д.а.б. вот она д.а.б. она же диаметром отрезана то есть это пол окружности ровным пол окружности это у нас 180 градусов 180 значит вот этот дуга д.а.б. 180 тогда чтобы найти д.а. надо из 180 отнять 76 снимаем это получается 104 градуса здесь но тогда иском угол у нас центральный и он опирается тоже на эту дугу 104 и он равен до центральный равен дуге на которую опирается писаны в два раза меньше центральная все мы решили через дуги так если нужно осмыслить задачу можно нажать паузу или отмотать назад без проблем 749 такая картинка угол c лежит вне окружности теперь найдите угол от cb вот как раз его и надо найти вот который вот этот вне лежит если вписаны углы от db или опирается на дуги окружности градусные величины которых соответственно равны заметьте что 118 38 это не углы не сказано а дуги видите опирается на дуги окружности градусные величины которых давайте сейчас подпишем если вписаны углы д а д б и д а е 1 а д б 2 д а е значит вот 118 относится к первому 38 ко второму а д б смотрим а а д б это большая дуга давайте я выделю таким цветом а д б вот она да она у нас будет 118 а тут подпишу так вторая д а е 38 ак-д б см а д б и д д д д Challenge подожди и д а е д а е найдите угол от cb от cb вижу записаны углы а д б д б а вот смотри я немножко тут запутался я почему-то думал что буква а д б это дуга бывает что ну то голубым цветом это я тоже могу сказать дуга д б а д б но нам нужно не дуга д б а дуга на которую угол а д б опирается поэтому я должен исправить угол у меня д б давайте помечу вот он вот эти раз раз вот опирается он ногами вот на эту дуга именно она у нас будет 118 просто смотрел 38 думаю да и если д е как дуга это вообще чуть ли не вся окружность какие 38 а вот угол д а е давайте чего зеленым опирается тугу д е вот ногами на он будет сказано 38 но мы видим что отдельно нарисуем у нас есть окружность есть такой уголочек там получается что вот этот уголочек который находится в вершине на давайте обозначим альф из теорема что он будет равен полу разности дуг как который он вырезает да вот дальняя у нас большая дуга вот это давайте напишем это дуга вот значок дуги такой дуга 1 вот маленькую дугу он как бы высекает а это дуга 2 так вот наш уголок который спрашивается он равен полу разности этих дуг то есть он равен дуга 1 то есть больше это не ю а значок дуга 1 минус дуга 2 все хочу ее написать дуга 2 делить на 2 полу разности этих дуг вот мы смотрим здесь как раз полу разность 118 минус 38 угол c 118 минус 38 38 же секунду и делить на 2 считаем 18 и там еще остается 20 то есть 80 пополам это 40 того у нас получается 40 так 9 задач это было 9 на тему полу разности дуг это у нас 11 четырехугольник вписан окружность угол такой-то такой-то давайте будем сразу уголки отмечать так четырехугольник вписан в окружность так это уже на тему четырехугольников до угол a b d 61 ищем а b d 61 так вот это у нас 61 градус угол cd 37 c а.д. вот здесь 37 градусов так идите угол а b c а б c попытаемся отметить амбц это вот этот да и вот мить оранжев но то дети когда картинка запутана мы пойдем через дуги через дуги пойдем давайте вот 61 и даже палец асина сразу вот вычисляю дуги 61 это вот на d опирается значит это будет сто двадцать два это у нас вот эта дуга вот она вот это от 37 37 давайте вот так сделать 37 опирается вот на эту дугу ну дуга в два раза больше это будет 74 так ну а видим что наш иском угол от оранжевый он как раз опирается как ни странно на сумму этих дуг сумму этих дуг потом нам нужно сложить сложим то получается что наш иском угол а b c он равен вот от суммарная дуга и делить пополам потому что он вписанный и опирается именно на эту дугу 122 плюс 74 и делить на 2 потому что вписанный так чем получаем и мы получаем 196 пополам до 196 пополам но если было бы 200 пополам было 100 до 200 пополам там 100 нам четверки не хватало мы и пополам это двойка 98 получается 98 грамм зонту собственно наш ответ так задача 11 есть дальше пошли задача и 1313 так читаем угол между тут картинки нет угол между двумя соседними сторонами правильно многоугольник а он сто шестьдесят а дети число вершин многоугольник интересно пробуем немного нарисовать картинка то есть у нас есть собственно окружность у нас есть окружность там какой-то многоугольник правильно правильно значит все стороны рынка но сколько именно сторон неизвестно оно известно только то что угол между двумя соседними сторонами 160 ну давайте бы сам я кусочек этого многоугольника нарисую как-то раз там раз раз и так далее да он как-то там дальше пойдет но я весь не рисую мне весь собственно и не нужен давайте нарисуем вот этот уголочек но 160 примеру это вот здесь там 160 у нас 160 так так ну давайте черт мы можем сделать как мы можем пойти как можем пойти здесь разные подходы но мне почему-то напрашивается таким образом так я возьму но они же все по 160 ты тут 160 и там 160 я в центр проведу треугольник если я буду ко всем вот так вот проводить треугольники я понимаю вот сколько у меня таких треугольников столько и сторон многоугольников столько и сторон многоугольников или то есть вот как то что каждый вот такой уголочек смотрите он смотрит на сторону многоугольник и там тоже вот он так будет смотреть но мы не знаем сколько их там вот то есть если я сейчас узнаю сколько таких углов я узнаю сколько и сторон так более того мы понимаем фигура симметричная многоугольник равносторонний поэтому вот эти радиусы проведенные в вершине многоугольника они будут делить углы пополам мы можем смело утверждать например что вот 160 разлиться пополам и тут получается 80 тут тоже у нас 80 чуть надо помельче так крупно вот 80 и 80 теперь мы понимаем вот этот треугольник маленький но любой из них допустим вот этот да вот это смотрите он равнобедренный почему потому что вот два розовых это радиусы а мы знаем что корнобедренный треугольники углы при основании равны то есть розовый это у нас боковые основания вот это голубого цвета значит если с одной стороны 80 значит и с другой стороны будет тоже 80 да тоже у нас 80 ну тогда третий угол у нас будет 180 всего в треугольнике у нас 180 180 минус 2 по 80 да 180 минус 160 это по сути остается 20 это розовый маленький у нас будет 20 ну раз он 20 а вся вот это вот эта окружность у нас же 360 360 360 1 20 тогда если 360 поделить на это 20 и мы узнаем сколько таких уголков 36 пополам это у нас 18 нолики сокращаться того того у нас получается что 18 таких уколочков а значит это у нас 18 сторон многоугольник то есть это 18 угольник число вершин ну и число вершин тоже сколько сторон только вершин поэтому перед нами 18 угольник или вершин вершин это вот эти точки вершин это вот эти точки все разобрались задача 13 теперь 15 можно нажать паузу отдохнуть то устал и выпить чаю читаем задачку в треугольнике сторона одна три корень два ну сразу подпишу раз какая сказано вот это три корень заметьте а бы сразу не диаметр через центр не проходит а угол c 135 градусов 135 градусов найдите радиус описаны окружности около треугольник так обычно тут существует два способа либо надо пойти какую-то фигуру тут построить там например вот так вот радиус сюда провести сюда провести рассмотреть какую-то фигурку контролевали заледили и попытаться через какую-то вот эту структуру выйти на ответ но есть еще один интересный способ для этого нам надо просто вспомнить вот треугольник у него есть сторона подлежащий угол да еще и радиус где используется что это за теорема такая это не стоит как теорема синусов да теорема синусов она говорит что если взять любой треугольник то у него три стороны а б и с и вот у них есть противолежащие уголки все стороны маленькими а углы и вершины большими обозначают вот это как бы большая да буквы ц то будет верно следующее соотношение если сторону поделить на синус противолежащих угла то все эти соотношения будут верно б на синус б ну соответственно цена синус ц то то есть такое прямо вот соотношение то есть вот эти отношения в треугольнике равны а еще все это равно два радиуса описанной окружности ну на вот все все соотношения нужны но мы возьмем какое-нибудь одно допустим вот это да вот так вот и рассмотрим его видите как раз сторона и пролежащий угол давайте запишем что у нас получается то есть у нас получается так сколько там 3 корень 2 3 корень 2 делить на синус 135 2 радиуса написанная окружность ну тут что собственно посчитать и будет и мы в дамках ну только единственная загвоздка синус 135 как он считается ну 135 ну вообще общая теорема это формулы привидения но мы сейчас не будем касаться мы воспользуемся таким вот утверждением вот смотрите если есть смежные углы смежные углы ну вот скажем угол 1 и угол 2 в сумме они 180 а синусы у них равны вот сами углы разные а вот синус одинаково то есть синус угла 1 равен синусу угла 2 потому что они смежные поэтому синус 135 равен синусу смежного угла то есть то есть который с ним в сумме 180 а то есть 45 синус 45 это табличное значение можно это наизусть знать корень с 2 на 2 ну вот подставляем получается 3 корень 2 делить на давайте другим цветом чтобы у нас не сливалось значит 3 корень 2 делить на корень на корень 2 пополам ну два радиуса так ну сначала избавимся от трехэтажности когда увидите три этажа что можно делать верхнее число делится на дробь по свойствам дроби мы можем вот это число поднять сюда наверх так и у нас получится что у нас получится у нас получится два на три корень двух и корень внизу два р сразу напрашивается что вот это сокращается 2 р равно 6 2 р равно 6 ну р значит 3 3 3 решили 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 задачку 15 15 все по-моему решили задачку 15 15 все по-моему решили задачка четные будет похоже предлагаю лишить их самостоятельно то есть вторую 4 6 8 10 12 и 14 примерно так все были углы в окружность 11 12 12 12 14 15 15 16 16 20